Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить фонографа Голового. Это одно из творений Тревора Хендерсона. А также расскажу тебе про этого монстра. Для этой работы мне понадобится цветной пластилин, алюминиевая проволока и фольга. В то время, как буду лепить, расскажу тебе про это необычное существо. Информации про него практически нет. Расскажу тебе то, что мне известно. Фонографа Головый – это вымышленное существо, которое придумал Тревор Хендерсон. Этот художник из Торонто, который смешивает реальные фотографии с рисунками монстров и преподносит их в виде жутких кадров в стиле ведения репортажа, способных пощекотать нервы даже самым заядлым фанатам хоррора. Большая часть монстров этой вселенной – это монстры из других миров и призраки умерших. Почти все существа неуязвимы или вовсе бессмертны. А самые агрессивные и опасные классифицируются как мировые уничтожители. Фонографа Головый – это большое гуманоидное создание с иссохшей кожей пепельно-серого цвета. Его конечности непропорционально длинные и тонкие. Руки такой же длины, как и ноги. Руки монстра заканчиваются огромными когтистыми пальцами, а вместо шеи и головы у существа что-то напоминающее фонограф с пластинкой. Отсюда и название. Фонограф присоединяется к телу длинными кожистыми связками. Вся эта биомеханическая конструкция может вращаться на 360 градусов. Также на некоторых снимках и иных изображениях внутри трубы фонографа видна огромная пасть с острыми зубами. Фонографа Головый, как и его родственник Сирена Головый, может издавать звуки, но Сирена Головый издает звуки, похожие на вой армейских и гражданских сирен, сигналы воздушной тревоги, экстренные оповещения и прочее. Кстати, видео про Сирена Голового также есть у меня на канале, ссылка будет под видео. А фонографа Головый умеет проигрывать некоторые пугающие детские песни и стишки, тем самым привлекая внимание детей, которые задержались на улице допоздна. Монстр умело сливается с местностью, а из-за невзрачного цвета кожи и худобы его вовсе можно принять за столб. Фонографа Голового можно встретить ночью на неосвещенных улицах. Люди, повстречавшие его, говорят, что слышали вдалеке странную детскую музыку, и с каждой минутой звук становился все громче. Но никого рядом не было, и откуда доносилась пугающая песенка, было неясно. Те, кто из любопытства шли на звук мелодии, не возвращались. Но некоторые выжившие также утверждают, что видели странное серое существо, у которого вместо головы был фонограф с пастью. Также голова монстра слабая снаружи, но внутренняя часть состоит из мясистых материалов, которые очень прочные и непробиваемы даже пулями. Навредить существу очень сложно, так как монстр быстрый. Ну что ж, это была вся информация про фонографа Голового. Я буду лепить, а ты последи за процессом. И если знаешь еще кого-то из семейства сиреноголовых, пиши их название в комментарии под этим роликом. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»